Привет, ребята, меня зовут Лексей. Я вот заметил, что нынче модно, когда в своих блогах люди выставляют макбуки, ну или какую-то другую технику от Apple. Хотя сами пользуются PC с совместимыми компьютерами и, значит, Windows. У меня, когда в колледже учился, тоже там китайцы придурковатые, у них у всех макбуки, а там, значит, ось стерта и поставим Windows или там вот эта вот виртуальная машина, все сидят под виндой, короче. А вот я парень простой, я пользуюсь PC. Вот хотя, в принципе, у меня есть Mac, на котором я там музычку делаю. И вот в последнее время я перешел, значит, в плане видео. Раньше я на PC делал свои видео, а теперь вот я использую Final Cut. Долго привыкал, привык, мне нравится, да. Но работа и как бы все равно в плане удобства мне Windows больше нравится. Но суть, значит, разговор не об этом. Разговор о том, что вот вы знаете, у российского и американского народа есть одна черта. У них есть, значит, вот одна общая черта. Что российскому, что американскому народу абсолютно плевать на то, что происходит в России. Эта мысль не моя, эту мысль я почерпнул в интернете. И мне, значит, вот она импонирует. Мне пишут, просят сделать ролик, значит, по поводу дебатов Клинтона и Трампа. Но вы знаете, я знаю, что было запланировано, значит, три части дебатов. Одни уже прошли. Вот еще как бы две части дебатов впереди. Первую часть я не смотрел, я просто видел как бы картинку, потому что, ну, везде по телевизору туда я, по-моему, в парикмахерскую пришел. Там что-то, кусочек какой-то показывали в новостях. Значит, вот лично мне абсолютно все равно, кто что говорит. То есть, я, в принципе, читал там программу и взгляды. Ну, не только программу, скажем так, взгляды. Потому что New York Times вот в последнее время настолько стал ангажированный, да. То есть, там, Трамп, 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 Хиллари, Трамп, Трамп, Хиллари. В общем, ты волей-неволей все равно просачивается эта информация, да. Меня больше убил тот факт, что вот есть такой деятель Соловьев. Он умный мужик, на российском телевидении ведет, вот он, поединок и воскресный вечер. Умный мужик, хорошее качество нашел. Жалко, конечно, что он полностью лежит под Кремлем, вот. Но, с другой стороны, кто бы не лег, да. То есть, предложили бы, например, там, его позвали, сказали, Володя, ты хочешь там главную программу вести, получать кучу бабла и быть неприкосновенным. Там, главное, там, правильно лежи и, как бы, все будет нормально. Ну, я думаю, любой бы согласился. Я бы, наверное, даже согласился. Ну, не просто у меня ума столько нет, сколько у Соловьева. Так вот, что меня убивает, что, значит, Соловьев собрал, значит, уважаемых людей, и они там в течение часа обсуждали американские дебаты. Это вообще просто офигеть. Я, конечно, понимаю, с одной стороны, что, значит, политиков российских, в принципе, должно интересовать, кто будет президентом. Но чтобы, почему это должно интересовать, ну, какой курс Америка возьмет. В принципе, я думаю, что по большому счету будет курс в отношении России продолжен такой же, двойные стандарты, там, пытаться Россию изолировать, да, все это будет то же самое. Но чтобы люди собирались и час, значит, обсуждали, кто что и как сказал, ну, это вообще просто для меня пипец. И это говорит о том, что, в принципе, население России, ну, по крайней мере, элита, там, интеллигенция, он полностью живет Америкой. Вот. Ну, меня, как бы, с одной стороны, это радует, то, что... Потому что это говорит о том, что Америка до сих пор на коне, Америка гегемон. От решений, которые принимаются здесь, зависит будущее планеты, в том числе и России. Вот. Это меня радует. Еще одна мысль, которую недавно меня посетил, опять же, все, вот я там читал новости. Значит, вот семья Путина. Мы знаем, что он развелся своей женой. И, значит, по-моему, если я не ошибаюсь, она поехала жить в монастырь. А о новой семье мы ничего не знаем. И мне просто интересно, вот, как население России к этому факту относится. Я помню, что когда Путин только пришел к власти, он говорит, я в целях безопасности не буду говорить. Я его понимаю. Ну, прошло уже столько лет, уже все привыкли, что Путину руля, все. Ну, почему не показать свою семью, какие вот у него, значит, есть соображения по этому поводу, мне не ясно. Вот, например, в Америке, пожалуйста, я вот знаю, там, например, Мишель Обама, первая леди. Там у них две дочки. Одну из дочерей Саши, по-моему, зовут. То есть они там иногда мелькают по телевизору. Вот, недавно какой-то трипер прошел, что одна из дочерей уже беременная, типа, и там 18 лет, по-моему, не было, она уже забеременела. Ну, не знаю, насколько правда это или неправда, я там за политикой сильно не слежу. Но сам факт, что вот как-то вот, ну, у всех мы знаем, да, там, первых леди, там, например, даже вот в Белоруссии у него там, у Лукашенко есть сын Коля, которого там он везде с собой берет, все знают в России. Почему-то это тайна, покрытая мраком, и всех это устраивает, никто не поднимает вопрос. Вот, ну, так что вот это вот пока на сегодня все мысли были у меня. Если вы со мной согласны или не согласны, можете в комментариях отписаться. Напомню вам, что вы смотрите мой живой канал. Это не, как сказать, не основной канал, куда я выкладываю сюжет на какие-то ролики, опросы или какие-то такие глубоко сформулированные мысли. Это так просто вот, как сказать, такие тренделки, как была такая программа на Рутюбе в свое время. То есть мысли накопились, я их выплеснул. Ну, все, спасибо за внимание, пока.